Всем привет! Закончила я вязать очередную свою сумку-узелок. Очень мне нравится эта форма. Такая. И вот еще рюкзак-торбочка. Они вместительные, удобные, закрываются безо всяких дополнительных застежек. Мне очень не нравятся. Кстати, мутные, популярные. И вот, несмотря на небольшой размер, очень вместительная она. Вот этот размер. Вязала ровно после донышка 17 см. Здесь я решила немножечко ажур. Да, узор у меня столбики без накида за заднюю стенку. Но можно вязать и за обе стенки обычным узором. Здесь я хотела пропустить ленточку для украшения. Но решила, что лучше без ленточки. Хотя эти вот ажурные полоски украшают сумочку. Все очень просто, но тем не менее какую-то нутку разнообразия вносят. Довязала вот до нужного размера. Посмотрела примерно, какой мне размер нужен, объем. Разделила вязание пополам и начала вязать отдельно вот эти ручки. Одна покороче, вторая подлиннее. Каждая ручка состоит из двух половинок. Здесь вот у меня швы на той и другой ручке. Вот вязала я такой участок. Здесь ровно, а здесь убавки. Убавки выполняла в каждом ряду. Довязывала вот допустим до конца ряда делала убавки. Кромочную оставляла вторую и третью вот эти вот провязывала вместе и потом кромочная. Кромочную у меня на кромочной я вязала столбики с двумя накидами. чтобы вот этот вот скос был, чтобы не стянуто было. Затем поворачивала работу и снова здесь выполняла убавки. Провязывала четыре воздушные петли на одну больше, чем обычно. Опять же, чтобы был такой более плавный скос не стянуто полотно. Следующие две петли провязывала вместе, точнее два столбика и вязала до конца ряда. Повторю, этот край я убавки не выполняла, вязала ровно. И вот так вот связала. У меня здесь 19 столбиков осталось. Ну, конечно, вы можете на свое усмотрение, можете поуже сделать ручку, но я не хотела, чтобы она была длинной. Поэтому вот у меня получилось. Так, давайте измерим, какая высота у меня получилась. Конечно, это мои размеры, у вас могут быть другие. Ну, вот, буквально, я думаю, сантиметров 10, наверное, в высоту у меня получилась эта ручка. Затем, ну, вторую вязала потом точно так же. Ну, я перешла, здесь вот провязала ряд столбиков без накида, чтобы нитку не отрывать и начала вывязывать вот эту ручку. Опять половинку только здесь шов, хотя вот его и не видно, но он есть. Здесь я убавки выполняла немножко по-другому, потому что мне ручку нужно было длиннее сделать. Здесь опять же я вязала ровно без убавок, а здесь по два столбика провязывала только в начале вот лицевого условно говоря ряда. То есть вот здесь вот убавки вязала дальше без убавок в конце ряда поворачивала тоже убавки не делала довязывала и здесь опять же вязала все столбики без убавок. И вот только в начале лицевых рядов я выполняла убавки. Но я не до конца так вязала опять же довязала пока у меня не осталось 19 столбиков а потом начала вязать ровно чтобы вот эта ручка была подлиннее. Ну она у меня получилась достаточно длинной. Так у меня здесь по-моему 21 ряд и в сантиметрах это так здесь вот ну где-то 22 сантиметра получается чуть-чуть больше даже чем в два раза длиннее вот эта ручка чем эта но опять же размеры у вас могут быть другие я связала не очень большую сумочку но тем не менее ее можно носить и в руке и на руке и даже при желании на плечо можно повешать я примеряла вполне можно если вы сделаете размер побольше ну тогда уже ее можно буквально как хозяйственную что угодно можно положить и на плечо носить на плече в общем размеры зависят от вашего желания просто так вот вдевается длинная ручка в короткую все доступ перекрывается но она конечно что-то если положить лучше это все выглядит и вот пожалуйста берем и несем очень удобно сейчас я хочу поговорить о пряже очень понравилась пряжа это целлюлозный ацетат и вот знаете она масса достоинств вот именно для сумок она немаркая от нее грязь будет отлетать легко стираться быстро сохнуть достаточно легкая у меня вот на эту сумочку ушло 180 граммов причем как вы видите вязка плотная столбики без накида нет знаете столбики без накида это у меня только донышко донышко круглое я показывала как вязать ссылку оставлю под видео и в комментариях а здесь у меня столбики с накидом за заднюю стенку но опять же вот если вот связать в дырочку вот все полотно она просвечивать особо не будет но будет гораздо легче хотя конечно она и сама по себе я думаю не тяжелая меньше 200 граммов это для сумочки вполне нормально здесь вот не видно солнышко сейчас такое пока еще утреннее и свет боковой и она не искрится а пряжа на самом деле такая искрящаяся очень красивая очень нарядная еще из этой пряжи я хочу связать ремешок тунисским вязанием тоже видела как вяжут они сейчас популярны тоже будет очень красиво и расцветка такая что подойдет для думаю многих вещей пряжа такая есть в самых разных расцветках очень большой выбор на пермском сайте ссылку тоже оставлю в инфобоксе знать и фиолетовая и серебристая вот это вот больше золотистый цвет а там серебристый есть и голубоватый немного и черный и черный даже двух видов так вот мокрый асфальт я знаю черный бриллиант кофе серебро ну словом разные разные расцветки есть очень красивые ну вот пока так я придумала сумочку и ремешок поясок и вот думаю можно еще и шляпу связать она такая форму более-менее держит еще не знаю насчет шляпы ну по крайней мере можно попробовать и вот на сумочке конечно еще возможно я и рюкзак свяжу ну такой рюкзак торбочку мне тоже нравится эта форма ну словом любые сумки вот из этой пряжи это просто идеально я думаю стоит она около 200 рублей за 100 граммов то есть у меня сумочка получилась рублей 400 но она очень прочная красивая удобная так что вот смотрите да хочу еще показать бибинку вот как она выглядит вот если же больше искрится или солнышко лето уже выглянуло вот такая красивая пряжа 200 метров где-то на 100 граммов да 210 состав будет на экране так и вот немножечко стало тоже сверкать и здесь но цвет немножко искажается вот у меня он такой более золотистый на сегодня все до новых встреч до новых 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 Продолжение следует...